Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что в описании к урокам появился тайминг. Это такие временные ссылки, щелкая на которые вы попадаете на определенный момент видео. Так работать с уроком удобнее. Все уроки вы сможете посмотреть на YouTube, канал KVHS. Ну а теперь урок 18. Позиционное учение Стейница. Хорошие и плохие слоны. Позиционное учение Основываясь на этих признаках, шахматист может оценивать позицию и составлять стратегический план. Оценка должна опираться на конкретный расчет вариантов, дальность которого зависит от характера позиции. Современники высоко ценили достижение Стейница. Однажды после второго матча, проигранного Эммануилу Ласкеру, Стейниц серьезно заболел. И некоторые газеты поспешно сообщили о его смерти. Так Зигберт Тарош написал «Большой некролог» и опубликовал его в немецкой газете. В нем он отдал должное заслугам Стейница перед шахматным миром. Но Стейниц выздоровел и вскоре даже принял участие в крупном турнире в Вене. Там Тарош показал ему некролог и Стейниц, одобрив текст, остался доволен тем, что оценен по достоинству. В уроке 66 для третьего разряда мы уже изучали положение шахматной теории о хороших и плохих слонах и ознакомились с двумя принципами Капабланки. В этом уроке мы разберем еще три утверждения. Первое. Если в середине игры активность других фигур может компенсировать плохого слона, то в Эншпиле этот слон обычно является причиной поражения. Поясним это примером. На экране представлена позиция, возникшая в партии Авербах-Фурман, сыгранная в Одессе в 1960 году. Черные сыграли слон А3, что является позиционной ошибкой, так как они разменивают хорошего слона. Ладья бьет на С6, БЦ. Черные укрепляют пешку Д, но ослабляют пешку А. Слон бьет на А3, ферзь бьет на А3, ладья Д4 с угрозой ладья А4. Ферзь А5, ладья А4, ферзь Б6. Ферзь Ф1, нападая на пешку А6, ладья А8, ферзь Д3. Белые угрожают сыграть Е3-Е4 с разменами и атакой пунктов А7 и С6. Слон Ф7, защищаясь от угрозы Е3-Е4, Б4, слон Е6, ферзь Д4. У черных выбор невелик. Или они разменивают ферзей, что выгодно для белых, или подвергаются усиленному давлению на ферзевом фланге. Ферзь бьет на Д4, ЕД, король Ф8. Слон Е2, атакуя пешку А6. Слон С8. Посмотрите, плохой слон черных в дополнение ко всему стал пассивным, так как он вынужден защищать слабую пешку А6, стесняя ладью. Ф3, король Е7, король Ф2. Короли направляются на ферзевый фланг. Король Д6, ладья А5, слон Б7, король Е3, король С7, король Д2, король Б6, А3, ладья Е8. Теперь, когда король защищает пешку А6, ладья идет на вертикаль Е, но активизировать ее навряд ли удастся. Ладья С5, слон С8, А4. Белым перед разменом ладей необходимо заблокировать пешку А, чтобы зафиксировать слабость. Слон Д7, слон Д3. Этот ход вызывает ослабление на королевском фланге. А6, А5, шаг, фиксируя пешку А, король Б7, ладья С1, слон С8, слон Ж6, ладья Е7, ладья Е1, ладья бьет на Е1, король бьет на Е1, король С7. Теперь короли направляются на королевский фланг, белый для атаки, а черный для защиты пешек Ф, Ж и Х. Ж4, король Д6, король Ф2, король Е7, король Ж3, король Ф8, король Х4, слон Е6, король Х5, слон С8. Почему же черные не сыграли слон Ф7? Давайте посмотрим. Слон Ф7, Ф4, слон бьет на Ж6, шаг, король бьет на Ж6, король Ж8, Х4, король Ф8, король Х7, король Ф7, Ж5, ХЖ, ХЖ, Ф5, король Х8, король Ж6, король КЖ8, король КЖ8, и белые легко выигрывают. Вернемся к тридцатому ходу, на котором после король Х5, черные сыграли слон С8. Слон d3, король f7, h3, король f8, король g6, король g8, слон f1, король f8, слон e2, король g8, слон d3, король f8, король h7, король f7. У черных нет полезных ходов. Слон g6 шах, король f8, король h8, слон d7, f4, слон c8, f5, слон d7, слон h5, слон c8, слон e8. Опять черные перед выбором. Или они берут слона, или допускают гибель пешек ферзевого фланга. Король бьет на e8, король бьет на g7, h5, король бьет на f6, hg, hg, король f8, g5, король g8, g6, король f8, король g5, слон d7, f6, слон e8, король f5, король g8, g7, слон f7. Теперь пешки ферзевого фланга без защиты, и белый король направляется к ним. Король e5, слон g6, король d6, слон d3, король бьет на c6, король f7, король d6, слон f5, b5. При взятии на b5 пешка а белых устремляется в ферзи, поэтому черные сдались. В примере 2 можно проследить превращение пассивного слона в плохого. Черные сыграли ферзь d7, нападая на слона. Слон c1. Если белые попытаются защитить слона путем ферзь c2, то ладья c8, ферзь d1 и ладья d8. Черные выигрывают слона и партию. Вернемся ко второму ходу белых, слон c1, a4, ферзь c2. Если здесь белые сыграют ферзь d1, то после ферзь бьет на d1, ладья бьет на d1, ладья c8. Черная ладья попадает на c2, и у белых тяжелое положение. Вернемся к третьему ходу белых, ферзь c2, ладья c8, ферзь e2, ферзь d5, под боем пешка a2, a3, b3, окончательно обрекая слона c1 на роль плохого, e4, ферзь c4, двойной удар с угрозой взятия на c1. Ферзь e1, ферзь c2. Заметим, что если бы белые разменяли ферзей, то на c2 попадало бы ладья черных. f4, слон c5, шах, король h1, слон d4, f5, слон бьет на b2, слон бьет на b2, ферзь бьет на b2, и в этом безнадежном положении белые сдались. Встречаются позиции с хорошими и плохими слонами, которые требуют особенно тонкой оценки. В позиции, представленной на экране после e4, белый слон стеснен своими пешками, но он укреплен на центральном поле и действует в направлении обоих флангов. На пути черного слона непроходимый барьер, не позволяющий проявить активность. Позицию следует оценить в пользу белых. Последовало, слон c8, так как нельзя b5, cb, слон бьет на b5, и за ладья b1. Итак, после e4, слон c8, ферзь а4, слон d7, ферзь а7, белые доминируют на ферзевом фланге. Слон e8, ладья b1, ладья d6, а4. Этот ход ведет к выигрышу пешки. Король h7, а5, b, а, ферзь бьет на а5, ладья а6, ферзь бьет на c5, ладья а2. Ферзь е3, так как нельзя допускать черного ферзя на поле g5, ферзь а6, ладья b8, ферзь а4, король h2, ладья а3. Если вместо ладья а3, ферзь c2, то угроза мата на g2 легко парируется путем ферзь g3, ладья а1, ладья бьет на e8, ферзь d1 с угрозой мата на h1, ферзь g6 шах, fg, слон g8 шах, король h8, слон f7 шах, король h7, слон бьет на g6 мат. Вернемся к 11-му ходу черных, где они избрали ладья а3, ферзь c5, ладья а2, ладья а8, ферзь бьет на а8. Если здесь ферзь c2 снова с угрозой мата на g2, то ладья бьет на а2, ферзь бьет на а2, ферзь е7 двойной удар и черные проигрывают. Итак, на 13-м ходу черные решили разменять ферзя. Ферзь бьет на а8, слон бьет на а8, ладья бьет на а8, ферзь бьет на e5, слон c6, ферзь c7 и черные сдались, так как удержать пешку c нельзя. Домашнее задание по теме урока. Позиция на экране встретилась в партии Решевский шайнсвит Нью-Йорк 1938 год. Ход белых. Найдите лучшее продолжение. Напомню, что решать задание нужно на настоящей доске, не передвигая фигур. Задание 2. Положение из партии Цветков Смыслов. Москва, 1947 год. Ход черных. Найдите лучший стратегический план. Теперь задание на тактику. В позиции на экране ход белых. Найдите комбинацию. Задание 4. Ход белых. Найдите комбинацию. Задание 5. Ход черных. Найдите комбинацию. Ответы вы сможете посмотреть в уроке 19. Теперь разберем ответы на домашнее задание урока 17. В первом задании ход черных. После конь Е2 шах перекрывается вторая горизонталь. И возникает угроза мата ферзем на Ж2. Ладья бьет на Е2. Ладья Ф1 шах. Завлечение короля на поле Ф1 для того, чтобы ферзь пошел на Х1. Король бьет на Ф1. Ферзь Х1 шах. Король Ф2. Конь Ж4 мат. В задании 2. Ход белых. Ферзь бьет на Х6 шах. Завлечение короля на поле Х6. Король бьет на Х6. Ладья Х2 шах. Слон Х5. Ладья бьет на Х5 шах. Король Ж6. Ладья Ж5 шах. Король Х6. И ладья Х3 мат. Задание 3. Ход белых. Слон Б5. Связка и двойной удар. Ферзь бьет на Б5. Ладья бьет на Д8 шах. Король Е7. Ферзь С7 шах. Король Е6. Ферзь Д6 мат. В задании 4. Ход белых. Ладья Ф8 шах. Завлечение. Если черные берут ладью королем, король бьет на Ф8, то попадают на вилку. Конь бьет на Ж6 и проигрывают Ферзя. Если же после ладья Ф8 шах они берут ладью Ферзем, то блокируют своего короля и получают мат на Д7. И задание 5. Ход белых. Здесь все просто. Х8 ферзь шах. Ладья бьет на Х8. Конь Ф5 шах. Король Ж8. Ладья бьет на Х8 шах. Король бьет на Х8. Ферзь А6 шах. Король Ж8. Ферзь Ж7 мат. На этом все. До встречи.